всем большой привет для тех кто забыл меня все еще зовут оксана я продолжаю свою рубрику рисунки за чашкой чая и в этом видео я хочу поговорить о музыке все кто следит за рубрикой и смотрел прошлое видео наверняка ждут от меня результатов конкурса ребята я обязательно объявлю победителей в одном из следующих видео так что те кто хочет принять участие в конкурсе еще может присоединиться ссылку на условия конкурса я оставлю в описании в этом же видео в какой-то момент я задам вопрос на который попрошу вас дать ответ в комментариях тот чей комментарий покажется мне наиболее интересным получит от меня творческий сюрприз так что смотрите и слушайте внимательно чтобы не пропустить мои музыкальные пристрастия варьировались от попсы 90-х до жесткого металла в детстве я обалдела от киркоров его зайки обожала группу и дзюна на на и лицей и конечно же маленькая страна наташи королевой тоже не прошла мимо меня потом старший брат посадил меня на битлз оккультурил чайфом земфирой нирваны и металликой потом у меня был переходный возраст когда в наушниках преимущественно были skillet avantasia epidemia ashes remain нервы и scorpions но практически на протяжении всей моей жизни мне всегда аккомпанировали песни группы ddt я помню как в детстве мне всегда хотелось плясать под так называемую русскую народную песенку что такое осень как сам шевчук ее называет потом школьные годы я тоже где-то все время натыкалась на песни ddt и как-то вот они так запали мне в душу потому что многие проекты в которых я участвовала социально экологически многие друзья с которыми я общалась как-то так получалось что вот все время на протяжении общения на протяжении моей деятельности все время где-нибудь по радио или у кого-то в машине у кого-то в кассете всегда слышали из группы этой песни так получилось что с моим мужем мы как раз таки тоже познакомились на концерте ddt но это уж совсем другая история и теперь внимание ранее мной обещанный вопрос каким цветом вы бы описали своего любимого исполнителя и почему напишите ответ в комментариях а я выберу самый интересный и отправлю автору ответа творческий авторский сюрприз если говорить о музыкальном инструменте то наверное я думаю не сложно догадаться какой из них мне больше всего нравится раньше я очень любила гитару я даже помню как в школе на уроке латышского нам задали писать сочинение о своем любимом музыкальном инструменте и я перечислила все достоинства гитары написала почему я ее так сильно люблю что ее можно взять с собой в поход на ней достаточно легко научиться играть и если вдруг не хватит дров то можно и пустить на дрова в походе и я закончила это сочинением предложением переведу дословно на русский мне очень 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 нравится гитара и учительница которая проверяла потом это мое сочинение она мне поставила восьмерку для тех кто не знает у нас 10 бальная система оценивания и 8 это как такая твердая четверка с плюсом по пяти бальной шкале так вот учительница поставила мне восьмерку и приписала что ей очень 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 нравится мое сочинение такая вот у нас ней была взаимная любовь сейчас же моя любовь гитаре конечно же осталось но музыкальный инструмент я теперь очень воспринимаю по звучанию сейчас же мне очень нравится струнно-смычковые инструменты такие как скрипка или виолончель например также я очень люблю фортепиано и в последнее время мне стал очень нравится саксофон ах да забыла сказать что кстати барабанное соло мне нравилось всегда я мне кажется могу вот просто сидеть и слушать как барабанщик долбит бомбит по барабанам отбивает какой-то ритм меня это прям даже иногда заводит и кстати в последнее время я заметила что мне доставляет особое удовольствие именно живая музыка то есть конечно я могу послушать что-то в записи какие-то песни могут меня даже вдохновлять или уводить куда-то в какой-то танец но все-таки больше эстетического удовольствия я получаю слушая именно живую музыку пускай и музыканты лажают ошибаются неважно главное что это живой звук живая музыка и кстати после того как я переболела воспалением среднего уха последний раз то все эти громкие непонятные шуршащие звенящие гремящие звуки как-то немного раздражают мой музыкальный слух а мне нравится слушать именно живую музыку в живом исполнении на этом у меня все я буду очень рада если вы поддержите меня лайками пишите в комментариях какая музыка нравится вам каких исполнителей вам нравится слушать или какие может быть доставляют вам особое удовольствие или вызывают особые какие-то чувства эмоции буду очень рада все почитать всем ответить вы же помните что я жду от вас в комментариях ответы на вопрос подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны и предлагайте в комментариях свои идеи о чем бы вам хотелось побеседовать на следующих моих таких вот чаепития спасибо всем кто досмотрел это видео до конца искренне надеюсь что оно было для вас интересным и полезным с вами была оксана до солнечных скорых встреч пока пока а а а Субтитры создавал DimaTorzok